Отечественные разработчики достигают такого уровня, который стирает границу между качеством наших игр и зарубежных. Таких игр ждать от российской индустрии в ближайшее время. Я знал, что тренд на славянские игры будет. Уберите вот это, а еще лучше вообще всю девятую серию, и я, в принципе, даже посоветую посмотреть вам этот сериал. Привет, друзья! Итак, в одном из очередных русских Нетфликсов под названием «Окка» вышел документальный сериал под названием «История российских компьютерных игр». Я, признаюсь честно, вот прям как только увидел эту новость, понял, что с одной стороны нужно обязательно посмотреть этот сериал, а с другой, особенно на фоне происходящего в российской игровой индустрии последние лет 15, я заранее предполагал, каким же кринжовым времяпрепровождением будет этот просмотр, но должен вам признаться, что на протяжении, в принципе, 8 из 9 серий я не испытал никакого кринжа. В какие-то моменты мне даже было прямо интересно посмотреть и послушать рассказчиков. Да, конечно, ну от этого, наверное, никуда нельзя деться, потому что здесь важно понимать, что очень часто, и этот случай не исключение, такие сериалы, точно так же, как много раз приводил этот пример, выставка GBX Summer Party делается не для нас с вами, не для людей, которые собаку съели на всех этих компьютерных и видеоиграх, а для тех, кто понятия не имеет, что это такое, с чем это едят, и думают, что это вот для детей, вот Dendy, там кнопки нажимали, там, и на этом все закончилось. Это важно понимать. Понимая это, вы намного проще пройдете через первые, ну, примерно, наверное, полторы серии, но первую серию точно, где точно так же, как и в фильме, про который я недавно рассказывал, документальном FPS за документари, будет, ну, максимально банальная история про то, что вот была такая приставка Dendy, вот, а еще Пажетнов сделал в 80-х Тетрис. Но, повторюсь, точно так же, как и в случае с документалкой FPS, это снято не для нас с вами. Это снято для людей, которые реально не знают, что такое Doom, не знают, что такое Wolfenstein, не знают, что такое Tetris, Dendy, ну, помимо того, что дети там когда-то, может быть, играли и так далее. С этой стороны нужно откинуть все мои претензии к разработчикам, как про видеоигры говорю, к съемочной команде, потому что, на самом деле, работа проделана крайне неплохая. Визуально картинка здоровская, к людям с разных частей света, не хуже Netflix, ребята ездили, вот, Никита Скрипкин, например, я был очень рад увидеть этого человека вживую, много про него читал, никогда не знал даже, как он выглядит. Он сейчас живет в Австралии, если кто-то не в курсе, это человек, который создал легендарную в российских кругах компанию Никита. Авторы не поленились, прилетели в Австралию, сняли видео с ним. Я сначала хотел повозмущаться, что Пажетнова как-то дебильно с отвратительным звуком вставили по скайпу, а потом увидел, что его вставили буквально на полторы минуты. И, ну, не стоило это того, чтобы кататься в Америку, понял, принял. И очень важный момент нужно отметить, опять же, в сравнении с фильмом FPS. Всему вот этому здесь уделено от силы, там, 30-40 минут, после чего сериал переходит в фазу других менее банальных вещей и местами достаточно интересных. В отличие, опять же, да, от западного фильма FPS, The Documentary, где добрая половина фильма посвящена, думаю, Вольфенштайну. И, как я говорил в ролике про этот фильм, мне кажется, что совершенно глупо таким максимально известным вещам уделять такое огромное количество времени, а штукам типа Херетика Хэксон не уделять времени совсем. Это не про этот сериал. И это безумно круто. В общем и целом, повторюсь, что, в принципе, сериал в той или иной мере достоин внимания даже людей, заинтересованных и разбирающихся в видеоиграх и в компьютерных играх. Я не устану говорить это именно так, ну, потому что, ну, типа, камон, блин, стыдоба и позорище в 2023 году про видеоигровую индустрию называть сериал «компьютерные игры». И самое смешное, есть люди в фильме, которые реально говорят «компьютерные игры». Но, действительно, повторюсь, опять же, да, есть интересные моменты. Например, шестая серия мне понравилась прям очень-очень-очень. Я даже не буду сейчас подыскивать красивые слова. Это серия, в которой рассказывали про механоидов, космических рейнджеров и вообще, в принципе, зарождение инди-сцены в России. На мой взгляд, это именно то, что нужно показывать в таких сериалах. То есть вещи, которые малоизвестны, не рассказывать 3 миллиона раз про одно и то же, а уделять время и внимание действительно интересным проектам, которые, на самом деле, на мой взгляд, могут одинаково заинтересовать как и увлеченных людей, так и тех, кто вообще ни сном, ни духом ни про видеоигры, ни про российские видеоигры, ни про какие вообще. Я думаю, что в рамках сегодняшнего видео лучшим способом озвучить свои впечатления о сериале будет просто немножечко пройтись по каждой серии отдельно, буквально пару слов про какую-то одну серию побольше, про какую-то поменьше и подвести какой-то общий итог. Немножечко, да, сам, или, так сказать, я в самом начале озвучил. Самое главное, что хочу сразу заметить, что для меня, не только как зрителя, но и для создателя некого контента, мне действительно безумно понравилось количество старой кинохроники, найденной создателями сериала. сериала, понятно, как бы, да, что она вся, в принципе, плюс-минус есть в общем доступе, и на протяжении просмотра сериала я количество раз видел видосы, которые сам находил на ютубе, да, там в архиве Фитиля, там еще каких-то там каналов, которые тоже использовал, но все равно здесь ее намного больше. Ребята, которые проводили этот ресерч, они провели свою работу безумно классно, потому что есть новые кадры, которые я лично еще не видел, со старыми компьютерами, там, с видеоиграми, с рынками. Такой контент действительно очень сложно искать, просто потому что обычно его очень тяжело найти на ютубе по названию, там, да, если ты вобьешь, там, компьютер и фитиль, там, ты найдешь один-два ролика, которые уже три миллиона раз использовали, здесь ребята нашли больше, и, признаюсь честно, буду воровать у них этот контент, точно так же, как они своровали его с ютуба, как бы, в наглую, вот. Ну, это, опять же, да, я так не с целью поговниться, а с целью действительно отдать должное ребята, которые занимались подборкой видеоряда, они большие молодцы, правда, без шуток, без сарказма, в этом плане очень понравилось. Первая серия. Как я уже сказал, значит, во-первых, здесь вот эта вот небольшая вставка с Пажетновым, во-вторых, естественно, без этого никуда, и, опять же, кстати говоря, в этом случае очень классно сделано, авторы пришли, позвали человека, который занимается музеем советских аркадных автоматов, и мне очень понравился момент, где не рассказывали, там, да, что были такие советские автоматы, хрен бы с ним, тоже, говорил, сто миллионов раз слышали, все знаем, но когда он показывал внутрянку автомата морского боя и рассказывал про то, как он работает, ни в одном видео про музей советских аркадных автоматов, ни в одном интервью до этого я такого контента не видел, мне такой контент кажется интересным, тоже плюс один, очень классно, одна из немногих вставок в ранних, там, первых двух сериях, из-за которых я не пожалел, что потратил полчаса на каждую из них. Также в первой серии есть две вставки с участием ребят из Яндекс.Музея, у них действительно классная, большая коллекция, они тоже большие молодцы, на мой взгляд, и ребят с ГБХ, насколько я знаю, с ними тоже сейчас сотрудничают. Вставки про первый, ну, можно сказать, персональный, да, советский еще компьютер, БК-001, совсем небольшая, просто как, да, интродукция, вот такое вот у нас было, такое работало, вот так выглядело, показывают живую железку, классно, здорово. Вторая вставка, опять же, менее интересная, да, тем, кто в теме, про электроники, про рассказ, а вот электроники были украдены с Game & Watch. Но, повторюсь, да, все-таки явно прослеживается момент, что сериал не для нас с вами задротов, а для обычных людей, которые, возможно, этого не знали, возможно, не знали, что до сих пор, что Дэнди от Нинтендо и так далее, и им это будет интересно. В рамках первой серии, в рамках зарождения показано здорово, классно, коротко, да, вспоминаем еще раз FPS, Doom и так далее, и, в принципе, более чем смотрибельно. Вторая серия, по сути, делится на два небольших отрезка, второй из которых можно не смотреть, потому что это та самая банальщина про Дэнди, в которой Савюк в трехмиллионный раз рассказывает про то, как у него был отдельный кабинет в фирме Стиплер, как они закупали тайвандские клоны, что это на самом деле была приставка Нинтендо и так далее. Ничего нового, интересного для себя я там не нашел, но зато здесь начинается вот это вот странное чувство, которого я очень боялся, да, как говорил, ждал Кринжуху, когда собирался садиться смотреть это. Все-таки, несмотря на то, что, с одной стороны, кажется, что люди, знакомые с индустрией, интересующиеся и понимающие ее, делали эти штуки, с другой, все равно периодически в сериале проскакивают, ну, максимально странные вещи и слова типа вот такого. А культовое Дэнди — это целых 8 бит, гуйство красок и звука. А главное, в Дэнди теперь можно сохраняться и поддерживать за скролл-изображение. Это позволяет игры делать более сложными и долгими. Рождаются новые жанры, платформеры, файтинги. Финиш им! Как говорится. В Дэнди можно сохраняться. Дэнди Mortal Kombat Finish Him, да, ничего, что ни одного. Точнее, вру, один-единственный официальный файтинг, да, вышел на Дэнди по черепашкам ниндзя Торнамент Файтерс. Но здесь, да, я могу как бы дать заднюю, то есть, да, это я уже начинаю какой-то занудный докоп, может быть, до вещей, до которых вообще не стоит докапываться, но повторюсь, на фоне того, что это очень серьезная, я так понимаю, работа, за которую еще на минутку, да, просят деньги, да, опять же, не такие, как за фпс, то есть, она доступна там по платной подписке, но все же это коммерческий продукт, который вроде как делается на серьезную для задротов тему, и как бы, ну, вот такие штуки вкидывать очень странно. Вторая часть второй серии, ну, точнее, первая, на самом деле, это история разработки Colorlines. Здесь, как для MS-DOS задрота, было действительно очень интересно послушать ребят с компании GAMES, увидеть, ну, тут, наверное, совсем невежливо говорить о ребят, мужчин-отцов, наверное, сказать правильнее, потому что вот и уже Игорю Ивкину, и Евгению Сотникову, ну, достаточно много лет, да, я не знаю, годятся ли они мне в отцы, но в старшие товарищи совершенно точно. Их истории было послушать действительно интересно. Очень бы хотелось увидеть в такой работе еще и, конечно, автора замечательных и известных всем игр, типа, Поле чудес, да, я надеюсь, вы понимаете, о ком я говорю, но, к сожалению, его почему-то не позвали, благо он периодически появляется на мероприятиях, записи которых бывают в интернете, но мне кажется, в данном случае это все-таки упущение. Кстати говоря, помимо факта о том, что оказывается все-таки Colorlines, да, а, соответственно, и все игры, получается, серии 3 в ряд придумали наши, да, как и Tetris, чего я совершенно не знал до этого момента, то есть, ну, как бы я понимал, что это была одна из первых игр, но не думал, что самая первая. Самое интересное было то, что, оказывается, права на Colorlines были проданы японцам из Намка, и я пытался нагуглить, найти, какие же игры из серии 5 в ряд, да, или 3 в ряд были выпущены в тот момент на Famicom или Super Famicom, ничего не нашел, если знаете, напишите в комментариях, но вот оказывается, что, в общем, 3 в ряд придумали мы, и, как обычно, заработали на этом другие. Ну, а серия номер 3, по сути, заканчивает вводную такую эпоху, да, которая будет как раз-таки, как я говорил, малоинтересна людям, которые знают, что к чему, потому что серия номер 3, она про Акелу, она про Фаргус и про вот эти вот все исторические моменты с пиратством, которые тоже уже 3 миллиона раз были обсосаны всеми и вся. Единственное, что мне понравилось здесь, здесь присутствует прямо лицом основатель Акелы Владимир Кудр, который, насколько мне известно, из того, что я видел, проверил, мы уже даже успели поспорить в чате в Телеграме с ребятами, в первый раз официально заявил, что компания Фаргус и Седьмой Волк не только являлись, по сути, дочками, как бы, да, ну, Фаргус и Седьмой Волк уже потом отпочковались с недовольным там чуваком, Фаргус не только являлась дочкой Акелы, но и супротив тому, что говорил коллега господина Кудра в интервью пятилетней давности ДТФу, не только, как бы, была создана выходцем из Акелы, но, по сути, реально являлась дочкой, и во многом разработка замечательной игры Корсары была успешна только благодаря тому, что компания Фаргус продолжала рубить бабки на пиратских дисках. Ну, то есть, как бы, да, было известно, но прикольно, что официально подтвердилось, официально рассказали. Во всем остальном Петр Гланц, при всем уважении к Петру Гланцу, действительно, мне кажется, он очень крутой мужик, но в тридцатый раз рассказывает историю про то, как шел мимо подвала, спустился, стал работать в Фаргусе, озвучивать игры и прочее, и прочее, что вы три миллиона раз слышали и знаете. Поэтому, скорее всего, интересным будет мало. Да, еще хотел отдельно отметить, что мне очень понравилось впечатление, которое произвел Владимир Кудр, и по тому, как он разговаривал, и по тому, как он достаточно спокойно, в отличие от своего коллеги, да, в предыдущем интервью ДТФ, пятилетней давности, которое я уже упоминал, очень открыто в каких-то моментах говорит, да, не все покупатели были довольны, но денег это принесло. Или спустя там пять серий про говноигры по лицензии, говорит, ну да, да, это были говноигры по лицензии, ну нам бабки надо было зарабатывать, ну что вы хотите. Вот эта вот открытость, как бы, да, понятно, что тоже такая гаденька, да, в каком-то плане, но, блин, она подкупает, это здорово, это прикольно, и этого человека было интересно и приятно послушать. Начиная с четвертой серии, действительно становится интересно. По сути, как я уже несколько раз сегодня сказал, самое интересное во всех таких проектах, это какие-то внутрьки, которые могут рассказать только разработчики, причем обычно самые интересные истории от разработчиков, это истории каких-то относительно нишевых проектов. То есть, к примеру, мы все там три миллиона раз слышали про Lada Racing Club, про Dendy, про программу Новую Реальность с Сергеем Супоневым и так далее. А вот истории про разработку Вангеров, про историю разработки Мор Утопия или еще более нишевых проектов, пусть от студии, там, КД Лап или от каких-то других, типа, это уже будет позже, механоидов, повторюсь, да, космических рейнджеров, или же странной игры, которую я раньше не видел, которая называется Сюблюструм, я до этого еще дойду, в которую я теперь захотел поиграть даже, нет. И вот четвертая серия как раз-таки начинается с того, что рассказывают про, наверное, одну из самых контроверсивных и одну из самых первых инди-игр российской видеоигровой сцены Вангеры. И это тот момент, когда Нетфликсу, на который, ну, по сути, понятно, ориентируются там, да, наши студии видеосъемки, стоит обратить внимание о том, как женщин, которые действительно имеют отношение к разработке, как вот Юлия, которая рассказывает здесь про Вангеров, нужно интегрировать в гребанное видео. Женщина знает, о чем говорит, рассказывает интересные истории, и типа, блин, имеет к этому всему отношение. Если вы не понимаете, о чем я, посмотрите, еще раз повторюсь, FPS, документари, обзор на Бусти, он бесплатный, на него не нужно подписываться за деньги и так далее, просто я не мог выложить сюда, потому что западный копираечный контент забанили бы. Конечно, история Вангеров с преждевременной кончиной Кранка немного грустная, но эта жизнь и та теплота, с которой все причастные к Вангерам рассказывают и про Кранка, и про историю самой игры, заставляет зрителя и меня тоже, человека, который не особо понимает приколы этой игры, да, там, Vox или вот это вот все, одни из первых, здорово, но не проникнувшихся к ней попробовать поиграть в нее еще раз. Вот так нужно делать документалки, вот так нужно снимать там, я не знаю, там, важных, нужных, правильных людей, это я еще что-то к Нетфликсу, и вот так вот нужно подавать материал. Четвертая серия, классная, по крайней мере, первая ее половина, вторая тоже интересная, вторая половина про Ил-2 Штурмовик, это интересно с точки зрения влияния российского геймдева, да, далеко не каждая игра, единицы смогли российских игр сделать какой-никакой успех на Западе, а Ил-2 Штурмовик сделал успех на Западе очень серьезный, Ubisoft его там толкала, классно, его очень здорово покупали, это тоже достаточно прикольно послушать, об этом рассказывают, но все же вот истории про инди-сцену мне в данном случае больше вкатывают лично, возможно, у вас будет другое мнение, но на то мы и разные люди, и на то сериалы делаются под большую аудиторию, а не конкретно под говноблогера Витю Карасева. Пятая серия вкратце посвящена российским квестам, вкратце, потому что, по сути, помимо братьев-пилотов и Петьки Васильеваныча, в ней особо не рассказывают о других проектах, я понимаю, что это два самых громких проекта, самых классных, самых интересных, и когда я делал на английском языке ролик про квесты, я тоже рассказывал именно в первую очередь про эти игры. Здесь было здорово, опять же, послушать причастных людей и из тех, кто делал гамос, по-моему, тоже, да, геймос, братьев-пилотов, и какие-то истории от автора артов к Петьке Васильеванычу. Здесь, кстати говоря, был очень классный момент, потому что он показывал наработки, он показывал какие-то кадры, да, которые вот датированы тем временем, и повторюсь, вот такие штуки, инсайды от разработчиков, это самое интересное. И если бы весь сериал состоял из каких-то вот таких вещей, да, он был бы максимально задротским, он был бы малоинтересным обычным зрителем вот этих вот всех платформ, понимаю, почему так не делают, но вот повторюсь в восьмой раз, лично для меня это самое прикольное, и это здорово. Единственное, что мне здесь не понравилось, вроде как, ну, опять же, да, не пойман не вор, как в истории с Акелой и Фаргусом, долгое время ходили слухи, но они ничем не были подтверждены, а здесь сотрудница компании Бука того времени рассказывает, что Петька и Василий Иванович первый не влезал на один диск, именно поэтому они сделали его на трех, а не для того, чтобы джевел, который они придумали из-за кризиса 98-го, продать подороже, вот это вот все, ну, не знаю, сомнительная история, опять же, я говорю, я рядом не стоял, свечку не держал, за руку не ловил, но есть много историй о том, что это неправда, да, что игра не влезала на три диска, и самая главная история, это подтверждающая, что это неправда, в то, что буквально спустя несколько месяцев появилась пиратка на одном диске, и я играл в первый раз именно в такую, и потом перепроходил и в трехдисковую версию, ничем они не отличаются, вот здесь вот небольшой осадочек остался, но все равно, в общем и целом, было посмотреть интересно, вторая часть пятой серии про Lada Racing Lab, там есть комментарии Егора Грищенко, который тогда работал в новом диске, лично я для себя ничего нового, интересного не услышал, кроме фразы, повторяющей хозяина Акеллы, да, до этого о том, что Lada Racing Lab для издателя и разработчика осталась историей прибыльной, что в очередной раз подтверждает нам то, что сколько бы люди не рассказывали про то, какие они хорошие игры хотят делать, за бесплатно никто работать не будет, и даже если игра говно, но продалась, значит все нормально. Про шестую серию уже несколько раз сказал до этого, повторюсь еще раз, что для меня шестая серия оказалась самой интересной, механоиды, космические рейнджеры, мор утопия с комментариями человека из Ice Peak Lodge, и Сюблюструм, это игра, о которой я вообще не знал, не слышал, она прошла как-то мимо меня, но вот в сериале она меня безумно заворожила, и я думаю, что в ближайшие несколько дней это будет именно то, чем я займусь установкой ее на PCM, и опробованием странной, непонятной, аудиовизуальной, по сути, новеллы даже, да, не игры, вроде как квеста, а вроде как и нет, и возможно, даже если это действительно окажется настолько интересным, как мне показалось, какой-то контент про нее сделаю. Про серии 7 и 8 ничего особо сказать не могу, потому что все понятно с точки зрения развития сериала, сюжета, развития видеоигровой индустрии, все сделано правильно сценаристами, все сделано правильно шоураннерами, тут начинаются истории про мобилки, про ММО, про онлайн, про варгейминг с танками и кораблями, это прям, ну, вообще не моя история, ни то, ни другое, поэтому не зацепило совершенно никак, смотрел, ну, вроде как внимательно, да, но все же немножечко периодически отвлекаясь, единственное, что могу сказать, что мужик, который вещает про World of Tanks, очень прикольный, харизматичный, и в моменты, когда начинал разговаривать он, я вот так вот резко разворачивался обратно к экрану и слушал его, потому что он угарный. Вот те, которые постарше, да, люди там, ну 30 плюс, ну, он че, другу что ли за бутылкой скажет, что, а я вот своего эльфа до 47 уровня прокачал? Какой такой эльф? И вот на такой позитивной ноте мы подошли к пиздецу. Мы подошли к тому, чего я очень боялся, когда собирался смотреть этот сериал, лютой кринжухи, какой-то вот этой вот совершенно ненужной во всей этой истории подоплеки, но, видимо, когда делается такой проект серьезный, с понятно какой поддержкой, выхода никакого нет и, признаюсь честно, в момент, когда на экране появилась реклама о том, как с помощью какой-то государственной структуры войти-войти, в которую сейчас очень нужно специалистов там и так далее, вы не поймите меня неправильно, да, как бы я, ну, не ханжа, я тоже делаю рекламу, но я делаю рекламу, потому что, как бы мой канал существует за счет рекламы, по сути, рекламы, донатов. Я человек, который просто делает контент, рассказывает просто про то, что интересно. А вот здесь, вот вы знаете, все вот эти 8 серий предыдущих, к тому, как сделано и как разговаривают даже люди, которые разговаривали до этого совершенно по-другому и начинают себе местами противоречить прямо в 9 серии. что пыталась сделать игровая индустрия, ну, практически последние 30 лет. Мы, русские, пытались понравиться всему условному миру, потому что нам долго-долго отталкивали в голову. Россия – это всего 3% мировой игровой индустрии, вот, на больше не рассчитывайте делать игру, которая одинаково может понравиться и русскому, и американцу, и китайцу. Удивительная вещь случилась в 2023 году. В феврале вышла Atomic Heart, игра, в которую не верил никто изначально. Начиная с самого начала, когда товарищ Кузьменко начинает рассказывать про то, что мы пытались понравиться всем, а это не то, что было нужно. И вот посмотрите, Atomic Heart, в него никто не верил. Изначально, я, может, как бы что-то не понимаю, но, по-моему, наоборот, в Atomic Heart все верили, все ждали, все очень надеялись, все очень за ним следили, причем, по-моему, не только западная, не только наша, но и западная пресса, вот все, что я видел. Да, до последнего не верили, что оно будет как бы настоящее и живое, получилось круто, но вот это вот не верили никто изначально, там, туда-сюда, и никому, кому интересно вот это СССР. Игра происходит в альтернативной истории и использует эстетику Советского Союза. Ну, кого вы можете в мире удивить там красной звездой или портретом Ленина? Никого. Кому это еще нужно, кроме вас? Хотя, товарищ Кузьменко, опять же, да, буквально пару серий назад рассказывал, что в начале 90-х наоборот СССР стал популярным, все носили там майки Чичичипи, это, ну, если что, цитата как бы, да. Во время перестройки СССР стал супермодной страной, то есть футболку с серпом-молотом и надписью Чичичипи, как это называли они, да, СССР, носили буквально во всех странах мира, а Горбачев, или как они его звали, Горби, вот, был просто суперзвездой, как сейчас, не знаю, Брат Питт даже, который не является. А, конечно, да, это было про начало 90-х, а сейчас вот уже 23-е, сейчас ситуация другая, ну, в общем, это все выглядит очень, ну, как-то неприятно, отвратно там, и так далее. Здесь я еще сделаю небольшую вставочку на собственном опыте, прошу прощения за звук, на монтаже уже делаю, мой английский канал особенно, да, пусть там не очень много зрителей, большой показатель того, что никому не интересно, когда я делаю исключительно про старые русские игры, и все комментарии, которые там пишут, западные зрители, офигеть, это что существовало, это так интересно, а вообще никому не интересно, ни красные звезды, ничего не интересно. Ну, и финальная фраза. Совпадение? Не думаю. Я сейчас даже не хочу приводить огромное количество других фраз, просто посмотрите, ну, типа, вот эти вот куча игр, Рошарк, явилась перед западной аудиторией, а вот теперь вот наши делают для наших, у нас вот сердце к этому лежит, блять, вот серьезно, я даже, я прошу прощения за мат, но я просто не могу его не употреблять, потому что это все звучит настолько отвратительно, настолько натянуто, и так далее, просто посмотрите эту серию, а еще лучше посмотрите, ну, если есть желание, возможность, хотя бы вот хорошей серии, шестую, например, да, посмотрите, как сделана она, и как совершенно меняется полемика в девятый, на мой взгляд, это выглядит просто отвратно. Ну, и все это постепенно и временно через проект Слования, который, кстати говоря, в момент, когда он появился, меня тоже очень заинтересовал, я про него писал в Твиттере, и, по-моему, чуть ли не даже в ролике в ком-то кусочек использовал и рассказывал, потому что оно выглядело действительно прикольно, который, кстати говоря, тут же почему-то выкатывается как альтернатива тому, что, значит, раньше все делали по-западному, а вообще нужно делать по-нашему, и они тут же показывают метроид Ваню, просто как бы, ну, в древнерусской стилистике, ну, я не знаю, да, седой надмозг, да-да-да, вот это все. Ну, и после этого все переходит к рекламе, так ожидаемой нами всеми, я думаю, как и вами, так и мной легенде будущей его индустрии под названием Смута. Было очень приятно получать обратную связь вот от американских домохозяек, которые участвовали в фокус-тестах, вот они писали спасибо, это меня эмоционально потрясло, я плакала, и вообще потом мне очень понравилось делать игры, которые приводили женщин к очищающим слезам, к катарсису, у меня есть чутье, я не могу объяснить. Я здесь даже не буду ничего комментировать, серьезно, там как бы человек, который по его же собственным словам, да, карьеру на том, что он сделал казуальный проект в жанре поиска предметов для компании Алавар, который продался там какими-то миллионными тиражами, по его словам, а после этого почему-то именно он был сокращен из Алавара, мне казалось, это работает наоборот, если твой проект типа делает огромные бабки, как бы, да, ну ладно, все бывает. После этого по его же опять же словам он работал в Wargaming, оттуда его тоже сократили, и вот теперь вот с таким вот замечательным опытом он делает настоящую ААА игру, которая всех порвет. Здесь повторюсь, больше никаких комментариев, буду как девушку или автобус, те, кто задает мне на стримах эти вопросы, понимают, о чем я, ждать, просто поджав ручки, с удовольствием сделаю обзор игры смута, когда она выйдет, честный обзор, ну и как бы на этом как бы все. Ребят, середина сериала, на мой взгляд, действительно достойный проект, стоит посмотреть, не смотрите просто последнюю серию, нет, посмотрите просто, чтобы я убедился, напишите в комментариях, что я не шизик. Я ожидал намного меньшего, я ожидал, что будет говно, я ожидал кринжуху, нет, не так, это круто, это приятно, еще бы вот подводки к нативным интеграциям в коммерческих проектах, за которые просят подписку на платные сервисы убрать, и рассказывать бы действительно про видеоигры, а не про все то говно, которое льется нам в уши из огромного количества других источников, да еще и привлекая людей, которые как бы должны вызывать уважение видеоиграми. На этом все, ребят, спасибо большое за внимание, надеюсь, кому-то сохранил 9 серий по 40 минут времени, а кому-то наоборот заставил захотеть посмотреть, очень вас всех люблю, увидимся, до скорых встреч, удачи. Удачи!